по тропинке снежком это очень важный момент вот это очень важный момент я не хочу выглядеть простым этим болтанов за каждым моим утверждением должны стоять эти самые должны стоять компания ключа не успеваю как письма письма валятся вот потом будет у меня небольшой пирог тогда я найду вы как хотел похвастаться ладно проехали и то есть другой раз я еще покажу где еще начали плодоносить мои мои клоны и там сорт образцы эти саженцы железа младшего так читаем сергей лапин башкирия дело в том что башкирия это как бы там уже есть один железовец у которого прекрасный сад это я сергей лапин это вам говорю в общем история такая саженцы которые выращены из кости курия костиницы с ним все отлично а те которые выращивались с места костика разморщилась этот саженец из кости курия железа с ним все хорошо пока не видно дальше идут фотографии ну это не успел сюда занести но я ничего не выдумываю это правда лапин правда башкирия и правда что фотографии ответ железа я это называю запас прочности просите за ненавычное слово это тоже как на урале оказались мои лучших всех так и тут башкирии где-то они у меня а вот он сергей лапин ну давайте посмотрим вот дело очень вот это мое я уже время теряю а вот это те самые которые назвал сморщины 1 мест местные местные 2 и в общем хорошо получилось кстати душа поет а знаете еще почему я на этом хотел уже другая тема но я не могу не разбрасываться внимание это же на то интересно вы когда-нибудь видели два побега близнеца абсолютных так и меня уже столько лет последние два лет достают присылают такие фотографии что там делать ни один лидер был бы другой можно было отрезать половину и он оба обыкновенной второстепенной веткой ну пусть кореватенькой попался совет вот тут например взять правый вот тут вот где мой курсор взять вот тут отрезать и все да это один путь так а жалко а еще неизвестно пройдет год который будет лучше который хуже а кто из них лидер это потом появится вот я еще говорю да возьмите свяжите вместе и пусть он будет вертикальным чем плохой прием ничем вот оставить оба так дерево развалится значит все так связывать придется вот а я как увижу такой саджи так вот прям близнецы а люди теряются ладно проехали пойдем дальше и так ввожу новое у меня ввожу новое понятие запас прочности запас прочности должен быть и летом и осенью и весной и зимой поэтому такие термины как маржостойкость и зимостойкость они в данном случае не подходят запас прочности запас прочности за счет того что это ладно проехали и так вот это вот если бы я имел право материться у меня бы половина мусих слов был бы матом один дебилка но это дебил занимательное слово вполне литературное кстати как она переводится дебил дебилизов корень какой деба непонятно так короче когда-то один дебил взял и сказал себе вот это все мишеники так ну еще бывает мог также грибы все это надо сдирать а за ним это повторили тысячи публикаций и миллионы людей а потом а почему у нас садов то нету у них мозгов то нет что вот вот это вот защитное все что растет на дереве это результат сопротивления внешней среды вот это вот если там допустим был бы мог мог грибы грибы в данном случае допустим это как угодно называете там значит как бы вы не называли то что вы видите поверх это защита это защитное дерево защищается таким путем вот это все уничтожать я вот сейчас приведу вам пример а нет по другому случаю приведу очень яркий но там суще говоря подходящий вот это мне присылает а вы уже знаете фамилия мезина помните я говорю что шофер дальнобойщик вот сейчас по своему уровню знаний мог бы заменить там рядом институт как же называется брянский институт по моему и там царствует дама которая в своих книгах применила звериную технологию по уничтожению собственными руками выращенных черешин понимаете звериная технология по уничтожению черешин которая нежная такие знаете как хрустальные сосуды там еще было или будет я забыл где ко мне обращаются не пришел или ниже будет и пришлете в моей кассе на черешной черте нет только тронь каждый год теряю по дереву только тронь дотрогался я шелкович чуть не потерял и вот мезина такое письмо она с таким приколом вы просто упадете сейчас и так он вычислил если привлечь от снега брянского власти было много и он решил что дерево надо закалять и решил что снеговой покров должен быть минимальный это персик железово идем дальше читаем потом следующий будет персик минусинский ровесик константского секатором не подхожу высота 2-3 метра вот уж секатором не подхожу он один из самых моих отчаянных верных сторонников вот второй персик видите да и тоже от гребино ладно смотрим дальше самое интересное здравствуйте валерий константинович спасибо за интереснейший вебинар в конце затронули тему морозов центральной россии еще ниже опять затронули я из брянского района и морозы нас не обошли стороны были неоднократное понижение до минус 30 градусов а с потеплением до минус 20 я отбросил от прессовных кругов снег до земли до земли всех союзов включая персики оценский мастер так смотрите на цифру 30 градусов все персики неукрыто если кто-то имел отчаянно делать попытку или по неосторожности или по смелости или просто по принципу а вот все они мертвы все европейские персики не выдерживают температуру минус 30 разве что как там самые отчаянные ученые писал один ну несколько часов держит до 30 а потом ну если там как коротенько а здесь неоднократно вот и он спокойно смотрите дальше пишет считаю что морозов убьет не деревья как моя школа а вредители которые зимуют в коре и присвольном кругу возможно я не прав но это мое убеждение плюс избавил деревья от внимания не все так ласко избавил деревья от сбыли все влаги и дополнительно закалил саженцы то что дополнил да на грани выживать вы хотите урожай получить а все таки это вы думаете где-то ночью у вас я была 35 а это уже граница выживания не дерево дерево плевать хасанскому и минусинскому минус 35 может без урожая остаться так вот где-то на пределе и все-таки вы решили закалить вспоминай рассказ как вы избавились от астмы это я купался в венесее 34 градуса мороза вот тогда избавился астмы я верю что после закалки саженцы на морозе без укрытия снегом ваши саженцы не потеряют здоровье и порадуют плодами моих близких которые верят в то что я делаю с лучшими пожеланиями ученик мезином олег коллегович теперь смотрите я вот сюда что такое я не прав возможно да но это мое убеждение избавил деревья от избыточной влаги избыточной влаги я не знаю откуда она взялась в ваших деревьях может осень была там сильно мокрая там что уходили в зиму почва не промерзла да действительно но страшнее высыхание иссыхание то есть вы можете получить обратный эффект чветочки почки погибнут из-за иссыхания я уже сто раз замечал деревья не замерзает деревья пропускают урожай или подмерзает это понятие такое общее на самом деле иссыхание влаги когда уходит из дерева вот это беда а вы хотели избавить от влаги думаем что это неосторожное да и не вряд ли вам не обидеть а теперь самое интересное и так п.с. поскольку ваши персики все усыпаны святостью ряпочками я имею дикое желание в этом году угостить каньшину не укрывными даже снегом при ствольном кругу то есть даже снега нет видите персиками которые перезимуют такую страшную зиму как это и так значит сколько раз я говорил это самое говорю что каньшину совершила страшную ошибку нельзя поручать книгу тем кто не достиг никакого успеха в продвижении череша на север который прежде чем двигать на север калечил 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 и самое страшное что учил калечить деревья россию столько сколько смогла а сейчас же что происходит сейчас мы всех каналов которые просто передирают один к одному все что им попадаются и пишут ставьте лайки не имея ничего фотографии из интернета статьи вот из таких качелях и что это написал я представил себе картину но я могу вот сильно грустная хоть я поздравил 1 80 и другого 54 года это наши выдающиеся лучшие люди вот и все равно какой-то грусти тянет потому что у нас мало их много и вот тут я просто ну в сторге олег я надеюсь все слова сделают выводите персики которые как-то перезимуют да вот значит вручите каньшину так и пусть она окажется положение как анекдот помню тот самый посмотрела бабушка порнофильм и воскликнула жизнь прожита зря вот так посмотрит наша каньшина и воскликнет только не порнофильм она фрукты в руках самого а потом однажды если все-таки наши придут и кто-то будет изучать а еще мы будем живы пусть не я вот но может быть когда-то все придется сначала и шоферный добойщик Олег Олегович Мезинов станет директором того самого вот потому что когда он говорит что когда он писал мне или по телефону рассказывал когда он зашел увидел в этом институте на продажу выставлены саженцы это был ужас он испытал настоящий ужас почему потому что он знает какие должны быть саженцы и и и и и и и и